Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира The Sims выпуск номер 166 и сегодня в выпуске. Так. Так. Опа. Давай. Да! Победа! Сидит он тут, значит. В игрушки свои играет. Ты когда уже о себе подумаешь? Ты когда уже о детях будешь думать? Они в свои вот эти вот игрушечки играют. Он тут сидит. А что я тебе такого сделал? Я просто сидел, играл. Тебе 26 лет. Ты когда о детях уже думать будешь? Они в свои вот эти вот игрушки играют. Сидит он тут. Пап, ну может быть я просто не хочу. Мы вон уже с твоей матерью в 18 лет, как узнали, что она беременна, сразу в ЗАГС пошли. Потом я на завод устроился ипотеку взяли. Она в столовой работает. А ты, господи, в кого ты такой пошел? Вы это вы, а я это я. Я отдельный от вас человек. Ты почему нас перед родственниками-то позоришь? Почему я должен думать о том, как бы не опозориться перед родственниками? Работа тебе нужна. Потом пенсия хорошая, чтобы была. А не вот эти вот твои игрушки непонятные. Мне нравится, это мое хобби. Пошел бы вон, погулял. Девчонку б себе нашел, что ли. Сидит он там с какими-то непонятными. Общается целыми днями. Я живу так, как я хочу, а не так, как хотите вы. Да кому ты будешь нужен? Друзьям своим вот этим? Почему ты меня за это попрекаешь? Вот как бы сейчас приложился тебе вот прям вот прям хорошенечко, чтобы мозги на место встали. Да, точно так же, как ты мать бьешь? А ты со мной не привлекайся. Знаешь, говорят, как бьет, значит любит. Вот и тебе. И тебе плюху заряжу. Где ты? Потом. Куда ты? Кто тебе стакан воды в старости подаст? Господи, заладил. Работы нормальной нет. Друзей нормальных нет. Жены нет. Детей нет. Да кому ты потом будешь нужен? Пап, ну перестань. Да какой из тебя мужик-то вырастет? Господи, из тебя уже должен был вырасти мужик. Так, так, стоп, стоп. Узнал себя? Тут каждый узнает себя, потому что эти слова мы слышим каждый день из любого утяга и от каждого родственника, которому не нравится, как ты живешь, как я живу, как все мы живем. Потому что всегда найдется тот человек, по чему мнению он живет просто идеально, а ты просиживаешь свою жизнь непонятно с кем и непонятно что делая. Эти слова мы слышим от родственников, от мамы и бабушки и иногда даже от друзей. Нам просто некому идти и не у кого просить помощи. А бороться с этим в одиночку невозможно, по себе знаю. И в такой момент на помощь может прийти сервис, ясно. От постоянных упреков может развиться стресс, нестабильная самооценка, упадок сил, приступы тревожности и постоянная раздражительность. И специалисты из сервиса Ясно помогут тебе с этим разобраться. Сервис Ясно это самый крупный онлайн сервис психотерапии. У них более 3000 специалистов и больше 170 тысяч клиентов, которые прямо сейчас проходят или уже прошли консультации. Ты можешь подобрать себе по фильтрам того специалиста, который услышит тебя и направить на верный путь, дабы разобраться в твоей непростой ситуации. Сервис существует уже с 2017 года, ему можно доверять. А также по промокоду GIVELY ты можешь получить скидку в 20% на первую консультацию при регистрации. Так что переходи по ссылке в описании, и специалисты из сервиса Ясно помогут тебе разобраться в непростой жизненной ситуации. Куча бесплатных обновлений для Sims 4, а также выход нового необычного симулятора жизни и многое другое. Начнем мы этот выпуск новостей с бесплатного обновления, про который я вам уже рассказывал в предыдущем выпуске новостей. Но поговорим о том, о чем нам так и не рассказали разработчики, но игроки это заметили. Так что давайте поподробнее. Совсем недавно для Sims 4 вышло новое бесплатное обновление, и разработчики по традиции выпустили статью, где рассказали, какие нововведения пришли в игру. Тогда, с тем бесплатным обновлением, в игре появилось новое женское и мужское белье, а также появилась возможность выставлять объекты возле ванны и раковины, короче, чуть больше добавили точек для выставления объектов. И об этом, разумеется, они рассказали в этой статье. Но также они умолчали о тех нововведениях, которые пришли в игру. А именно, новые расцветки для крыши. Теперь у базовых крыш появились новые расцветки. Если бы точнее, то около шести новых расцветок у каждой крыши теперь доступны игрокам. Разумеется, игроки это заметили и поспешили рассказать об этом в Твиттере. Так что оттуда мы это с вами и узнали. Разработчики почему-то решили этой информацией с нами не делиться. Вот такие дела. Вообще, разработчики уже давно славятся тем, что добавляют какие-то мелкие детали в бесплатное обновление. Но при этом не рассказывают об этом игрокам. И только потом, по прошествии некоторого времени, игроки обнаруживают это в игре. И там уже непонятно, с каким обновлением это пришло. Но новые расцветки для базовых крыш пришли с последним обновлением. И это заметили большинство игроков. А вы видели у себя в игре новые расцветки крыш? Если нет, то теперь знаете о них. От одного бесплатного обновления к другому бесплатному обновлению. Да, эта неделя была насыщена на бесплатное обновление. Разработчики все еще фиксят баги, которые сами же не наделали. Так что давайте поподробнее. Новое зубастое обновление для 74 пришло в игру на этой неделе. Разработчики исправили баги и также вернули функцию в новое дополнение. В основной игре устранен сбой, связанный с обновлением от 18 апреля, из-за которого слегка изменилась внешность симов. Возможно, вы заметили перемены в глазах, зубах и, в общем, во внешности ваших симов. Все симы, созданные до обновления 18 апреля, должны вернуться к прежнему облику. Симы, созданные после выхода обновления 18 апреля, незначительно изменятся, поскольку теперь отрисовка будет происходить корректно. Дополнение «Жизненный путь». У детей снова могут выпадать зубы. В коже детей больше не страдает, когда пропадает настрой «Шатающийся зуб». Если у ребенка уже отсутствует два передних зуба. Также, если у детей все еще есть передние зубы, и у них пропадает настрой «Шатающийся зуб», также кожа не портится и все с ней в порядке. Вот такое обновление вышло на этой неделе. Теперь ваши персонажи в режиме создания персонажа выглядят адекватно и нормально. Зубы никуда не уезжают и глаза никуда не проваливаются. Но, разумеется, в дополнение «Жизненный путь» разработчики вернули функцию с тем, что теперь у детей вновь выпадают зубы. Ну, наконец-то. Разумеется, эта неделя славится и выходом двух новых комплектов из четырех обещанных. Сокровища из подвала и теплицы мечты теперь доступны для покупки игрокам. Ну, а если вы не знаете, где прямо сейчас приобретать свежий новый контент для игры за 74, то добро пожаловать в мою группу ВКонтакте. Вот поэтому к яркоду, либо по ссылке в описании, вы можете оформить спонсорку буквально за 50 рублей и получить инструкции о том, где покупать, как покупать и где активировать все выданные вам ключи, коды и так далее. Так что, если вы давно задумывались о том, где, что и как теперь покупать Sims 4 в современных реалиях, то добро пожаловать по ссылке в описании. Там уже больше 500 спонсоров, и каждый из них доволен, приобретают новый контент. Так что, вперед, вперед, вперед. Знаете, мы с вами живем в той реалии, где каждую неделю выходят выпуски новостей моей из мира The Sims, и каждый выпуск новостей я рассказываю о том, что анонсировали новый симулятор жизни. И эта неделя не исключение, так что представляю вам Tiny Life. Давайте подробнее. Совсем недавно был анонсирован новый симулятор жизни, который называется Tiny Life. И также уже есть дата выхода, а именно 3 мая. Это пиксельный симулятор жизни, и прямо сейчас в него уже можно поиграть, а именно в демо-версию, она доступна в Steam. Когда игра официально выйдет, а именно 3 мая, в ней будет доступно все то, что уже есть в демо-версии игры Tiny Life. Также 3 бесплатных набора контента, знакомая одежда, деревообработка и фитнес, два из которых включают в себя множество новых занятий. Большая карта Miple Plains из бета-версии игры. Возможность взрослым персонажам становиться беременными и рожать. Стадия жизни младенец, включающая уникальные взаимодействия, характеры и навыки. Возможность экспортировать и импортировать участки, семьи, кастомные карты, а также делиться ими с другими, вручную и через мастерскую Steam. Возможность создавать и делиться модами с использованием официального кода игры, вручную и через мастерскую Steam. И многое другое. Но у этой игры есть небольшое но. Игра не поддерживает русский язык на данный момент. И будет ли она его поддерживать, непонятно. Пока многие компании уходят в реализм, Tiny Life ушла конкретно в пиксельность. И у этого даже есть свой шарм. Кто-то сравнивает с первым Симсом. Но это понятно. Потому что здесь пиксельный симулятор жизни. С потребностями персонажей, с их созданием, с сострительством домов и общественных заведений. Мне как ярому фанату симуляторов жизни, такая концепция почему бы и нет. У нас на горизонте маячит Tiny Life, Paralives, Life by You и все эти игры симуляторы жизни. И большинство из них, а именно Paralives и Tiny Life уже имеют даже дату выхода. Что-то мне кажется, совсем скоро мы с вами будем ждать не только пятую часть The Sims и дополнение к четверке, но и новые дополнения и обновления к другим симуляторам. Как вы относитесь к такой конкуренции с Electronic Arts? И, разумеется, конкуренция всегда идет на пользу любым брендам, любым компаниям. И то, что касаемо The Sims, так ее начинают обходить со всех сторон и просто окружать в какую-то вот такую вот непонятную блокаду. И, собственно, пытаться... Они, наверное, сейчас будут пытаться как-то добавлять новые фишки, новые функции для того, чтобы удержать игроков. Ну, конечно же, вся эта вот натиск на The Sims начнется уже в этом году. Тот же Life by You выходит в сентябре. И, собственно, мне кажется, с того времени разработчики The Sims начнут нас удивлять новым контентом. Почему бы и нет? Им нужно конкурировать с другими играми. Да, повторюсь еще раз, конкуренция пойдет The Sims на пользу. А как думаете вы? Пишите в комментариях. Ну, а теперь наша, хоть уже и не постоянная, но регулярная рубрика новости одной строкой. В Sims FreePlay новое обновление. Пусть ваши симы устроят вечеринку на выходных или спланируют веселый отдых в этом многоэтажном промышленном лофте, где есть автофургон, бассейн, бильярд, барбекю и многое другое. Начинайте живое событие «Дом, милый дом» прямо сейчас, чтобы заработать эту складскую квартиру. Обновление уже доступно для скачивания. Ну, это были все самые свежие новости из мира The Sims за прошедшую неделю. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не упускать самую свежую и интересную информацию. Ну, а с вами был Сергей, канал Хабаги, я всех безумно люблю. Спасибо за просмотр и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!